МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Эфир канала ОТС продолжает информационные итоги дня в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. О самом главном и интересном. Коротко. Прямо сейчас. Сирен, подобных той, которую вы сейчас слышите, в области 433 штуки. Они расположены во всех более-менее публичных местах. Вчера тушили, сегодня оповещали. Учебная тревога, как защита от возможных ЧАЭС. Еще один клиент автосалона Андрей Лугинов. Он покупал автомобиль здесь, в Санкт-Петербурге. По его словам, вместо 5,5 ему оформили кредит по 21% годовых. Волна недовольства новосибирским автосалонам докатилась до берегов Невы. Сколько платят потерпевшие за автохлам? Семплицементе гестикулу комун итальяну. Просто гестикулу руках настоящих итальянец и все. Говорили на немецком, итальянском языках, маури и кечуа. Первый лингвистический фестиваль показал, понять друг друга несложно. Сейчас об этих и других событиях подробно. Область горит. Почти три десятка пожаров зафиксировали минувшие выходные. Борьбу с огнем осложнял сильный ветер. Не обошлось и без жертв. В Новолуговом, в частном секторе погибли двое мужчин. Еще один, 80-летний пенсионер, сгорел в Берске. В Октябрьском районе Новосибирска огонь перекинулся сразу на три дома. Без крова остались 17 человек. Полыхали квартиры в многоэтажках. С наступлением холодов опасность увеличивается. В домах начинают использовать самодельные обогреватели. Да и печное отопление в идеальном порядке далеко не у всех. А сегодня по всей области раздавались тревожные сирены. Системы оповещения проверяли сотрудники МЧС. Рассказывает Алексей Гамзов. Реагирование МЧС в Новосибирске. Отсюда старший дежурный дает команду сирены включить, радио и телеперехват осуществить, системы проверить. Провести мероприятие комплексной тренировки по оповещению населения Новосибирского области. На главную кнопку нажимают в другом месте, секретном. Туда прессе вход закрыт. Проверку начинают ровно в 13.30 секунда в секунду. Сирен, подобных той, которую вы сейчас слышите, в области 433 штуки. Они расположены во всех более-менее публичных местах. Это означает, что большинство жителей региона сегодня эти сирены слышали. Люди реагируют спокойно. В убежище никто не спешит. Ведь вслед за сиреной идет сообщение. Это учебная тревога. Все в порядке. Бегают сейчас те, кому по должности положено. Основная задача проведения этой тренировки – проверка исправностей и сроков реагирования на поступающие команды должностных лиц. В случае реальной угрозы, напоминает МЧС, жители оповестят по громкоговорителям, и тогда нужно бежать к телевизору за дальнейшими инструкциями. Следующая проверка будет по графику зимой. Алексей Гамзов, Александр Ведерников. Новости ОТС. История о потерпевших клиентах скандально известного салона Galaxy Motor заинтересовались в Государственной Думе и Генеральной прокуратуре. В нашу редакцию обратились уже 76 человек из разных городов страны. У кого-то в кредитных документах изменены проценты, кому-то вместо новых машин подсунули конструкторы, и вот новые потерпевшие теперь из Санкт-Петербурга. Откуда, как удалось выяснить моим коллегам, и тянется след сомнительного бизнеса. Окраина Санкт-Петербурга, промзона. Сюда, на завод по производству пищевых емкостей, Андрей Логинов каждый день ездит за десятки километров. Теперь он вынужден работать в две смены. Нужны деньги на кредит за машину, которую он в глаза не видел. На данный момент договора нет документов на машину, нет машины, нет. Я просто сужусь с этим автосалоном и пытаюсь как-то решить вопрос с банком. По словам Андрея, в автосалоне он подписывал документы, где были указаны 5,5% годовых на 5 лет за автомобиль «Лада Гранта». В какой момент в договоре изменили данные почти на 30% он не знает. Мало того, кто-то без его ведома поставил машину на учет в ГАИ. «Последнее, то, что я знаю, это был штраф из Тверской области. Машина передвигается по нашей Российской Федерации, оформленная на меня. Если на ней кого-нибудь задавит или будет ДТП с летальным исходом, приедут за мной». Из выписки по штрафу следует. Якобы 21 июня 2018 года в 15.40 Андрей Логинов, находясь за рулем, превысил скорость на выезде из города Тверь. А это уже справка от работодателя. В это время он находился на рабочем месте и не покидал его. В здании, где располагался сомнительный автосалон, тогда он назывался «Аренакарс», сегодня работает уже другая автофирма. По словам сотрудников, сюда каждый день приходят люди, которые разыскивают свои машины. «Мы до сих пор сталкиваемся с тем, что люди приходят даже с юристами своими сюда и назначают встречу по этому адресу». «Ой, что?» «До сих пор, да». Менеджеры питерского автосалона узнали девушку, которую вы видите на экранах – Татьяна Шитько. Именно она уже в новосибирском автосалоне Galaxy Motors пыталась препятствовать сотрудникам полиции, когда те арестовывали компьютеры и документацию. Пока правоохранительные органы проводят свое расследование, информация о потерпевших дошла до кабинетов в Государственной Думе. «Сейчас готовятся и в самый короткий срок будут отправлены депутатские обращения на имя генерального прокурора Российской Федерации и на имя министра внутреннего дела Российской Федерации. Ждем, соответственно, оперативных ответов из этих ведомств на этот запрос. И я уверен, что будут приняты соответствующие меры». Свою точку зрения высказал и заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский. Он считает, необходимо помочь обманутым покупателям. «Мы будем требовать от МВД и Следственного комитета поддержки, да и ФСБ, что с огромным количеством по стране обманутые дольщики, это микрофинансовые организации, это черные риэлторы. Теперь получаются черные автосалоны. Что хотят, то и творят. Мы будем подключать поддержку федеральных органов правопорядка. Но мы защитим жителей Новосибирска, чтобы все эти авантюристы-проходимцы вернули деньги и прекратили эти мошеннические схемы». Свою помощь людям также предложили в Федеральном фонде защиты прав вкладчиков. Оттуда в ближайшие дни направят письмо в Роспотребнадзор. Многие клиенты автосалона оказались заложниками у банков. Сейчас люди вынуждены платить за кредиты от 30 до 50 тысяч рублей в месяц за автохлам. «Если гражданам потребуется какая-то юридическая помощь, а учитывая то, что они находятся в разных регионах, я думаю, вполне мы можем дать такую юридическую консультацию безвозмездно. На самом деле, в общем-то, мы будем наблюдать за этой ситуацией, поскольку она, в общем-то, выходит за рамки приличия и, в общем-то, нормального положения вещей». Четыре банка, с которыми работал автосалон, также оперативно отреагировали на проблему. Сейчас службы безопасности кредитных учреждений ведут персональную работу по каждому заемщику. В пресс-службе трех банков корреспондентам УТС подтвердили, сотрудничество с Galaxy Motors расторнуто в подостороннем порядке. Александр Куршев, Андрей Дулепов, Новости УТС. Больше денег на зарплаты бюджетникам, реализацию указов президента, расходы на социальную поддержку. Проект бюджета Новосибирской области на 2019 и последующие годы рассмотрели сегодня в правительстве. «Прогнозируем поддержание уровня зарплаты определенных категорий работников бюджетной сферы. Это педагогические работники, медицинские работники, работники социального обслуживания и, соответственно, работники культуры. По мерам социальной поддержки учтен прогнозируемый уровень инфляции таким образом, что по публичным нормативным обязательствам мы предусматриваем их индексацию, то есть индексацию социальных выплат на 4%. Расходная часть сформирована без заемного дефицита. Доходы планируют свыше 147,5 миллиардов рублей. Увеличат и финансирование дорожного фонда, и транспорта. Заложили средства и на первый этап строительства четвертого моста через ОПИ и многофункциональной ледовой арены. Законопроект об областном бюджете Новосибирской области направят на утверждение в Министерство финансов России, а затем и внесут на рассмотрение в ЗАГС собрания региона. Безопасная энергия. Больше сотни уроков по электробезопасности провели в школах Новосибирской области сотрудники региональных электрических сетей. Они напоминают, как сохранить жизнь и здоровье рядом с объектом под напряжением. Не совать пальцы в розетку, не брать оголенные провода. Этих наставлений хватало родителям. Но, увы, уже маловато для детей и внуков. Для них актуально «не влезай, убьет». Потому и проводят уроки безопасности, что у школьников уже нет страха даже перед высоковольтными линиями. В Новосибирске, Новосибирской области очень много зафиксировано случаев травматических, когда дети делают селфи с помощью селфи-палок и при этом попадают под напряжение, приближаясь к линиям электропередач. Лекции проводят для всех учащихся, но особое внимание средним и старшим классам. По возрасту это потенциальные экспериментаторы. В частности, разбирают с ними виды поражения от электричества. Механическое, термическое, биологическое и электролитическое. И возможные последствия для организма. От остановки сердца до изменения физико-химических характеристик крови. Тут важна сила тока и напряжение. А значит, надо знать правила поведения вблизи объектов электрических сетей. Например, не стоит проходить под воздушными линиями по пути на рыбалку, чтобы не зацепить провод. Улипатство луночки очень хорошо пропускает электроэнергию. Ребят впечатляет, что при большом напряжении ток поражает на расстоянии метра от провода. И науку от энергетиков ребята впитывают быстро. Конечно же, для нас актуально, потому что напротив нашей школы есть железная дорога. И нам говорили, что там очень большое напряжение, поэтому нужно быть очень осторожным. Многие сейчас делают фотографии, селфи, но могут даже для подборки своего фона нормального случайно зайти, ну если вот так вот спиной двигаться, и наткнуться на провод. Сотрудники региональных электрических сетей, проводя уроки безопасности, бьют рекорды. За 9 месяцев этого года занятия провели в 500 школах Новосибирска и области. Лекции посетили 22 тысячи ребят. На 20% больше, чем в прошлом году. Уроки по безопасности – это своего рода и профориентация. Если человек научен безопасному обращению с электричеством, то логичен вопрос – а как этой стихией управлять? Ответ прост – надо стать энергетиком. Константин Клещин, Александр Ведерников, Борис Гладких, Новости ОТС. Это информационные итоги дня, и смотрите далее в нашем выпуске. Я считаю, что это правильно, приобщаться к общей работе, это сплочает коллектив. Это языки визуального программирования, которые разработаны специально для обучения детей. Лошадь достойная. Выиграл я нынче на ней. Ну, что же выиграть? Я чувствую себя свободно. Ведь люди, которые прямо сейчас рядом со мной, могут помочь подняться, спуститься, войти или выйти. Канхелп. Мы всегда рядом друг с другом. Нужен кредит на развитие бизнеса? Не хватает залога? Обращайтесь в гарантийный фонд Новосибирской области. 222-60-41. Фонд MSP.ru Водолей на Богдана Хмельницкого 84 приглашает за покупками белоснежного качественного санфаянса. Унитазы, умывальники, биде, мойдодыры и любые смесители. Приходите в Водолей за сантехникой скорее. Звони 2-100-500. Прикоснитесь, присядьте, прилягте и оцените. КМК. Удобно выбирать, удобно покупать. Новости ОТС Продолжаем выпуск. В Новосибирске прошел общегородской санитарный день. Несколько тысяч добровольцев вышли на субботник и собирали мусор, опавшую листву. Природа и человек оставили весомое напоминание о минувшем лете. Тысячи мешков, сотни тонн мусора, травы и листьев. Вооруженные граблями и перчатками, госслужащие и волонтеры упаковывают разноцветные листья в мешки. Больше ста тонн мусора собирают всего за три часа. Я считаю, что это правильно приобщаться к общей работе. Это сплочает коллектив и показывает жителям, гражданам нашего города, что нужно следить за нашей природой и ухаживать, чтобы город был чище. Уборка листвы – залог здоровья зеленых насаждений. Ведь в красочном осеннем ковре на зимовку остаются возбудители болезней – грибки, плесень. А в условиях городской среды листья накапливают токсины и тяжелые металлы, которые, находясь под снежным покровом, переходят в почву и наносят деревьям еще больше вред. Какие бы мы материальные вещи не делали, у нас одна цель – это просветительная акция, воспитательная акция. То есть наша задача – вовлечь в эту акцию как можно больше людей и, прежде всего, детей, людей младшего возраста, чтобы вместе, небольшими вот такими своими маленькими делами привлечь ребятишек, привлечь молодое поколение именно в природе, привлечь их в той среде, в которой мы проживаем. Организаторы отмечают, с каждым годом увеличивается количество желающих примкнуть к экологическому движению. Когда мы года три назад первый раз сюда пришли, здесь было больше мусора. Сейчас уже чище. Может быть, люди уже, сами жители города, как-то за этим больше следят. Лучше состояние точно стало, чище. Больше 70 мероприятий, направленных на сохранение и оздоровление окружающей среды, прошли на территории Новосибирской области с 1 сентября. С территории лесов и лесопарков уже вывезли более 200 тонн мусора, а к концу октября будет высажено 120 тысяч молодых деревьев. Наталья Цопина, Наталья Кузнецова, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Третий чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов проходит в области. Сразу в нескольких вузах и училищах конкурсы по разным компетенциям. От парикмахерского искусства до токарного дела. Полина, несмотря на проблемы со здоровьем, с детства мечтала помогать другим людям. Чемпионат лишь простимулировал тягу к медицине. Больше месяца девушка училась ухаживать за больными, роль которых играли статисты. Когда ты видишь, ну даже пусть статистов, ты себе представляешь, уже моделируешь ситуацию на настоящих пациентов, и все равно какое-то желание работать, помогать, оно появляется еще больше. До 19 октября на 8 площадках ребята будут соревноваться под пристальными взглядами 108 членов экспертного жюри. У нас очень важную роль играет эргономика, биомеханика. То есть мы должны всегда держать спину прямо, должны правильно стоять, чтобы предотвратить травму пациента и свои. 139 участников, 19 компетенций от бисероплетения до кирпичной кладки и ногтевого сервиса. Будут обращаться все-таки на какой-то даже, возможно, в плане техники. Самое главное, чтобы человек точно понимал, что он делает, и именно уверенность. Важная составляющая чемпионата, который уделяет огромное внимание и организаторам, и власти, это трудоустройство инвалидов. На территории региона создан Координационный совет, в состав которого вошли представители работодателей, это наши социальные партнеры, представители общественных организаций, которые занимаются такими категориями ребят. И вот такое единение, оно позволяет создавать условия. Условия для дальнейшего трудоустройства и проявления себя как личности. Финалисты первого новосибирского конкурса «Об Олимпик» завоевали три медали национального чемпионата. В прошлом году в копилке региональной команды было уже шесть наград. Организаторы надеются, что в этом году конкурс выявит еще больше звездочек. Мы надеемся, что это движение начнет развиваться и для школьников, и для тех людей, у кого инвалидность пришла внезапно, потому что в жизни случается всякое, и ему нужно сегодня этому человеку найти себя снова и найти себя в новой профессии. Мы мечтаем о том, что в ближайшее время у нас это движение начнет развиваться даже для малышей. За призерами уже выстраиваются очереди организации предприятия, еще на конкурсных этапах присматривают себе кадры. Александр Попов, Алексей Зубила, новости ОТС. В технопарке отметили первую годовщину точки кипения. Так называется площадка, где совместно работают создатели инновационных продуктов. Они считают, что две головы хорошо, а 50 лучше и не боятся плохих примет. 13 октября в 13 часов на 13 этаже Академпарка резиденты точки кипения рассказывают о 13 первых месяцев коллективной работы. В своей лаборатории Александра Воинов учит формировать мысль, как усваивать информацию, адекватно воспринимать мнение других людей и уметь пересказать услышанное. Мы делаем инструмент, абсолютно бесплатный инструмент. Вы можете заходить на сайт fire.to, fire.to, вот не com, не ru, а точка to, tu. Вставляете туда ссылку на любой ютуб ролик и в процессе обучения вы делаете конспекты электронные. Вот, то есть этот процесс сам, конспектирование, он заставляет вас освоить мысль. Вы мысль услышали и вы через себя ее формулируете. В век цифровой экономики важно уметь анализировать. Лидером становится тот, кто быстрее всех обрабатывает информацию. Мне надо узнать, я хочу защитить диссертацию, либо я хочу создать свою технологию. И мне хочется понимать, а есть ли в мире уже подобные работы. Для этого я должен обратиться к нашему продукту, указать ему области для поиска и указать модель поиска. То есть сказать, что я хочу найти. Наш продукт должен найти эту информацию и выдать ее наверх, каким-то образом проанализировав и выдав сжатый вариант. На новой площадке Академпарка Хакспейс молодых специалистов будут готовить с нуля. Сейчас ребята в игровой форме постигают азы высоких технологий. Это языки визуального программирования, которые разработаны специально для обучения детей. В первую очередь основам программирования, чтобы дальнейшее изучение более тяжелых промышленных уже языков было для них много проще, понятнее. И не так скучно проходило, так как они уже какие-то основы знать будут. В планах создать на площадке школу тренажера строения. А пока посетители технопарка могут попробовать себя в роли пилота на авиасимуляторе и полетать над Академгородком. Андрей Баев, Наталья Кузнецова, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Первый лингвистический фестиваль в Новосибирске собрал представителей почти 30 национальностей. О том, как бразильцы и итальянцы общались на великом и могучем, расскажет Екатерина Широкова. Меня зовут Саша Чепаруло, я итальянский, я из Милана, 22 лет и я перенесу в Сибирию. Никаких барьеров, по крайней мере, языковых. Итальянский, английский, монгольский и казахский, испанский и французский, кечуа и эсперанто. На городском фестивале языков представители 26 национальностей. Лариса Флоренсио из Бразилии. 7 лет назад нашла в городе на аби свою любовь. Ее, не понимающая ни слова по-русски, удивила настойчивость студента из Новосибирска, который совсем не знал португальского. Сегодня его супруги презентуют вместе. За годы в браке они выучили 8 языков, а Андрей даже разработал авторский метод. Я изначально начинаю смотреть видео без перевода, без субтитров, потому что я считаю важным посмотреть и послушать, какая фраза когда используется. В одной ситуации я буду изображать португальца, Лариса, конечно же, бразильянку. И мы представим нашим слушателям эти диалоги, они должны будут понять и посмотреть, то есть уже начать использовать наш метод изучения. Итальянец с русским именем Саша считает, что гениальность кроется в простоте. Чтобы пробудить интерес к языку и культуре своей страны, нужно просто быть самим собой. Лукас Эльчнер из Германии проходит практику в НГТУ. Поучаствовать в фестивале ему предложили в немецком центре университета. На импровизационном уроке о своей стране молодой человек расскажет необычным способом. Я устрою викторину с очень интересными фактами о Германии. Эти данные они точно не знают. Сегодня Новосибирск присоединяется к мировой традиции в третий раз. Организаторы не намерены останавливаться на достигнутом. Планируют увеличить количество участников. Ведь тот, кто посетил фестиваль, убедился. В мире нет границ. Мы придумываем их сами. Екатерина Широкова, Виктория Фокина, Алексей Баженов. Новость ОТС. Получить сейчас, заплатить потом. Треть россиян не хотят откладывать приобретение нужных им вещей и готовы воспользоваться кредитом для совершения крупных покупок. Таковы результаты недавнего всероссийского опроса Фонда общественное мнение. Какие плюсы несет в себе подобный подход, журналистам ОТС рассказали специалисты банковской сферы. Крупные покупки в кредит удобны с нескольких позиций. Во-первых, нет необходимости ждать, чтобы накопить нужную сумму. Это особенно актуально в случае с распродажами, горячими турами и в других случаях, когда время не терпит. Во-вторых, кредит позволяет отдавать не всю сумму сразу, а дробить ее на равные части, которые выплачивать значительно легче. Кроме того, банки также проводят акции для своих клиентов. Например, дни продаж, когда в офисах помимо стандартных предложений можно получить дополнительные преимущества. 17-18 октября в наших отделениях пройдет день продаж. Все наши клиенты смогут воспользоваться специальным предложением и оформить кредит, который рассчитан на крупные покупки. Его размер достигает 500 тысяч рублей. Но главная его в особенности – фиксированная ставка, которая составляет всего 10,5% годовых при любой сумме кредита. Возможность позволить себе давно желанную вещь нельзя упускать. Тем более, когда есть шанс получить ее на приятных условиях. Ближайшая такая возможность будет 17 и 18 октября в Банке Восточной. Сезон скачек в Новосибирске завершен. На ипподроме провели последние соревнования. И с первым снегом, и последними в сезоне призами. Жокеи и лошади уходят на каникулы. Александр вместе со своей жюрфиной по различным ипподромам намотал расстояние, равное нескольким экваторам. После этого забега лошадь будет отдыхать целый месяц. Это единственный отпуск для животного за весь год. Потом опять за новыми медалями. Лошадь достойная. Выиграл я нынче на ней. Ой, что же выиграл-то я. Волнуюсь. Ну, БСК здесь я выиграл на ней. На Сибирске, в Барнауле выиграл. На ипподроме Алтай. В Алтайском крае. Ну, вот Орышкино. Ну, и вот. Сегодня здесь. Победы приходят после изнурительных тренировок. Каждый день чередование шага и различных видов галопа. Все нагрузки по возрастающей. Есть специальные упражнения, которые развивают легкие. Есть комплексы только на выносливость. И в таком ритме живет каждая лошадь. На нынешних соревнованиях их 68. Сейчас часть лошадей, которая закончила беговой сезон, часть поедут домой на отдых. Будут нам завозить новых лошадей, молодых, уже которыми мы будем работать для того, чтобы они участвовали на следующий год в бегах. Александр с Жюльфиной не только победили, но и на пять секунд побили рекорд ипподрома, который держался больше двух лет. Следующие скачки здесь пройдут не скоро, только в феврале или в марте, в зависимости от погоды. Сергей Толмачев, Артем Суховей, Алексей Баженов. Новости ОТС. Такой была информационная картина дня 15 октября. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и подписывайтесь на наши новости в социальной сети Инстаграм ОТС Нижнее Подчеркивание ТВ. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи. Доктор Мори представляет иммуностимул. Препарат года и научный прорыв в борьбе с простудой и гриппом. Иммуностимул. Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира... Делать управление... Исправиться от так называемого... На улице с каждым днём... Депутаты... Все новости Новосибирской области на сайте вн.ру. Новости ОТС. Ветер восточный 2,7 м в секунду, влажность 83%. Температура ночи от 0 до плюс 2, днем плюс 6-8. Последующие 2 суток без существенных осадков. Температура воздуха в среду и четверг днем плюс 5-7. На этом о погоде все. С вами была Дарья Гутман. Позитивного вам настроения. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»